Здравствуйте, уважаемые трейдеры, инвесторы. С вами на связи Виталий Кухта. Сегодня мы, как всегда, сделаем обзор рынка. У нас программа «Открытый микрофон». Дадим рекомендации по рынку, точнее, уровни, на которые стоит обращать внимание и возможные сценарии развития возле данных уровней. Мы также, как всегда, рассмотрим, скажем, предыдущие моменты, которые я советовал в прошлую пятницу, на уровни, которые стоит обращать внимание и реакцию возле этих уровней. Итак, давайте начнем с евро-доллара. В принципе, здесь ситуация интересная. Начнем с того, что я говорил в прошлую пятницу. Обратите внимание по евро-доллару на уровень 1.09.90. Просто мы торговали где-то пятницу в этом диапазоне и сказал, если будет здесь реакция на данный уровень ложный пробой, ждем снижения вниз. Если закрытие выше данного уровня, то возможен рост. Как видим, в пятницу прошлого произошел ложный пробой данного уровня и у нас пошло, в принципе, очень хорошее снижение к нижней границе по евро-доллару. Я, скажем, в пятницу сразу не шортил, я уже где-то во вторник успел только шортануть евро-доллар, потому что здесь еще, скажем, точнее так было, в понедельник я торговал другой инструмент, это доллар-франк покупка. Там была более интересная ситуация, нежели по евро-доллару. Поэтому идея, в принципе, с данным уровнем, который я отметил, она достаточно интересно отработалась и мы, как видим, сходили в нижнюю границу данного диапазона. Что интересного я заметил, смотрите, в пятницу у нас снижение возле сильного уровня. Вот даже несколько недель назад в пятницу аналогично выкупали, вчера в четверг тоже выкупали. Такое ощущение, что здесь крупный игрок, скажем, удерживает вот эту прям позицию, скажем, по каким-то определенным причинам. Поэтому, что я могу сказать дальше, я бы стал обращать внимание на нижнюю границу 1.0770 по евро-доллару. И, скажем, пока мы находимся выше данного уровня, я здесь рассматриваю покупки к верхней границе. Если уже будем пробивать верхнюю границу, то рост. Это уже, я думаю, будет немножко позже. Дальше. Если мы все-таки сегодня на новостях по каким-то определенным причинам улетим сильно вниз, то есть я не исключаю какую-то шпильку и дальнейшей наверх, да. Но если произойдет закрытие ниже данного уровня, вот здесь где-то в этом диапазоне, я думаю, что здесь нас ждет дальнейший сильный обвал в район 1.06 и дальше, возможно, еще ниже, в район паритета. Поэтому, в принципе, достаточно интересные уровни по евро-доллару. Я бы стал на них обращать внимание. И торговал в этом диапазоне, в принципе, нижней границы покупка, верхней границы продажа. Ну и, естественно, нужно смотреть на реакцию возле этих уровней. В принципе, поэтому, достаточно интересный момент. Вообще, в ближайшее время по евро-доллару у нас рисуется. Дальше. Фунт-доллар. По фунту, что я советовал на прошлом вебинаре, пятницу. Если фунт подзадавит, у нас был достаточно сильный рост. Я говорил, если мы будем закрываться где-то в этом диапазоне, вот будет поглощение. Медвежие, вот этой бычьей свечи, то у нас ждет снижение. И оно, в принципе, произошло к нижней границе вот этого канала. И сейчас видим аналогично, как евро-доллар, у нас диапазон ровно удерживает. Поэтому сейчас, как и по евро-доллару, я жду пока на роста верхней границы и при пробитии наверх. Или, если сегодня этого не прозорет по каким-то причинам, только после пробития уровня 1.22.60, если мы будем закрепляться, я бы ждал здесь снижения. Но, если как-то по евро-доллару мы сегодня пойдет снижение, и будет ложный пробой, то уже с понедельника-вторника я бы присмотрелся к возможным покупкам. Поэтому у нас есть ориентир аналогичный, как я по евро-доллару сказал, то есть у нас есть реакция на какой-то уровень, то есть мы к нему подходим, делаем ложные и разматриваем возможность снижения. То же самое здесь. Поэтому нужно следить за теми уровнями, которые я называю, и смотреть рекомендации. То же самое здесь по фунту. Я сказал, что идей каких-то нету. Я когда записываю обзор, эти идеи, возможно, будут когда-то в какой-то определенный сценарий, который есть на рынке, определенный паттерн, который я понимаю возле ключевого уровня, или просто паттерн, который образуется по данному инструменту. Дальше, что я могу сказать, австралийский доллар. У нас здесь тренд продолжается. В принципе, я советовал покупать австралийский доллар в среду. Здесь у нас узкий диапазон. Пока идей каких-то нету, но у нас здесь явный тренд наверх. Поэтому здесь только покупки. Аналогично, новозеландский доллар, как мы видим, тоже советовал в среду покупать. Чуть-чуть там были задерги вниз небольшие, но, скажем, идея себя не сменила, скажем, в среднесрочной перспективе. Здесь пока тренд, и у нас сейчас рост. Но, скажем, как по австралийскому доллару, здесь даже лучше. В формате здесь есть большое накопление. Мы видим, здесь должна быть какая-то реализация очень-очень большая. Поэтому пока жду по основным валютам, скажем, евро, фунт, аудио, франк. Я жду снижения доллара. Ну, конечно, если какие-то сценарии сегодня будут меняться, будет сильное движение на рост доллара, то уже будем смотреть с понедельника вторника. Буду менять свое мнение по рынку. В принципе, я назвал ориентиры, которые будут меняться. Дальше. Канадский доллар аналогично. У нас идет падение от верхней границы к нижней границе 1.38.50. Нужно смотреть за вот этим уровнем, что дальше будет после него происходить. Борьба за данный уровень, то есть покупки. Закрытие ниже. На снижение. То есть здесь все понятно. Доллар-иена. Доллар-иена. В следующем, в предыдущем обзоре, и в принципе с понедельника, кто смотрел битву аналитиков, я советовал шортить доллар-иену. В прошлую пятницу, вот у нас вот эта дневочка торговала, сказала, если закроемся выше 106.90, просто, возможно, покупка, а еще лучше, покупка выше 107.30, 107.40, то есть будем ломать вот этот тренд, закрываться выше, вот таким образом я не исключал рост. Но, как видим, в пятницу прошлое закрылось ниже, в понедельник задавливали цену, и в принципе советовал уже, даже с прошлой пятницы, что здесь скорее всего будут продажи, а не в принципе себя отработать. На текущий момент, в принципе, кто шортил, часть закрываем, как всегда, да, часть удерживаем, и сейчас у нас сохраняется шортовый момент по рынку. На лонг у нас будет момент, если мы все-таки вот эти уровни, которые я назвал в прошлый раз, а точнее давайте так, один уровень будем брать, 107.30, вот здесь, если произойдет закрытие, я думаю, вот этот тренд будет меняться, нисходящий по доллар-иене, да, потому что у нас в принципе достаточно сильный был марки импульс, и что дальше будет, не исключаю сильный рост в сторону вот этого, начало марковского импульса. Так, это что касается иены, что касается нефти марки Brent, всех посмотрел меня с прошлой недели советовал и вообще вот за это время советовал покупать только нефть, вот эти покупки в прошлой неделе, текущая неделя с понедельника советовал мне, и в среду говорил, что по нефти пока ничего нету, вот мы здесь страховались, что будут качели, они в принципе произошли. На текущий момент вижу возможный рост нефти, но с текущих, со стоп-лоссом ниже вот этих минимумов, да, то есть вчерашних минимумов, я думаю, что продолжится рост, но, если мы сегодня уйдем импульсом вниз, будет пробитие вот этой поддержки, 29, да, то я в принципе не исключаю, что дальше мы будем падать по нефтяке, то есть по данному инструменту. Еще лучше и более надежные покупки, даже не с текущих, а при пробитии вот уровня 1, 31,80, то есть если мы будем пробивать, то в принципе там у нас открывается космос, ну как космос, там 35,40, ну такие более приближенные цены, пока будем называть. Вот это то есть получается, ну 35,36, и дальше у нас возможен более глобальный рост, в принципе деньги есть на рынке, то есть рынок за счет этого будет расти. Даже если пойдет какая-то более глубокая коррекция по нефти, я думаю, что это в принципе хорошо, будем искать, скажем, среднесрочной перспективе, какие-то покупки, потому что я вижу восстановление на рынке нефти. Конечно, не исключаем, что мы здесь можем тормознуться, то есть это рынок. Дальше, S&P 500. Здесь рост, почему рост? То есть это, вот смотрят многие фундаментальные аналитики, и все там, что по рынку, плохие новости по всем параметрам, но рынок почему-то растет. Я говорил почему. То есть сантимент по рынку недвижий, то есть все шортят S&P 500. Вот здесь на хаях все покупают, здесь на минимум все шортят. То есть рынок их засаживает, это первое. Второе, несмотря на фундаментальные показатели, которые выходят плохие. За счет чего рынок растет? За счет того, что идет сильное вливание в рынок. То есть вот эти триллионы денег, плюс сегодня пошла новость, что Белый дом планирует вливать денег без согласия Конгресса. То есть триллионы денег вливания, поэтому это еще добавит, скажем, подогреет рынок. Вот этот пузырь, который, я думаю, что в скором времени лопнет очень сильно. Еще сильнее вот это падение, которое у нас было по индексу S&P 500 на 30%, это будут такие сказочки, что в долгосрочной перспективе мы увидим ниже двух тысяч, и ниже тысячи пунктов по S&P 500. Но это, понятно, не за месяц, это выдал в срочной перспективе минимум один-два года. Дальше. Вот, в принципе, здесь только сейчас лон смотрится, только сегодняшние новости, возможно, будут ломать картинку, сильный импульс вниз, и дальше какие-то коррективы будут, скажем, уже с понедельника-вторника. Смотрите битву трейдеров, там я уже, если будет по S&P интересный момент, я буду его оглашать. Дальше. Хотел еще один такой момент включить, за счет чего S&P 500 растет, не только вот эти клевания, есть такой один момент акции компании Amazon. Смотрите. Вот это слева у нас картинка индекса S&P 500 полноценного, то есть 500 компаний, которые входят в данный индекс, и что мы видим в данном индексе, у нас идет рост, как он совпадает с текущим, стандартно, да, то есть видим рост и так далее. Но, если с этого индекса S&P 500 исключить компанию Amazon, вот, это без компании Amazon, то у нас индекс S&P 500 находится, скажем, на меню. Поним? то есть вот в таком ключе, что вот этот интернет-гигант, который занимается продажем, то есть он ничего не производит, компания Amazon сугубо продает, то есть это, скажем, он не создает добавленную стоимость, там есть технологии какие-то, но какого-то общего прогресса там нет, ну доставка, ну доставка чего-то. Поэтому нужно очень внимательно смотреть за компанией Amazon в будущем, чтобы это не был очередной, скажем, такой пшик, как раньше была компания Enron, которая показывала глобальный рост и потом оказалось, что они просто жульничали с отчетом, да, поэтому это нужно учитывать за счет чего там индекс S&P 500 растет, там всего пять компаний, которые реально удерживают данный индекс и вот эти компании растут за счет того, что просто у них есть много кэша, денег и они выкупают свои акции, а в реале там большинство акций, которые входят в индекс S&P 500, они не показывают новых максимумов, а глобальных и в прошлый раз не показывали, поэтому это нужно учитывать. На этом закончим, с вами был Виталий Курт, так будут вопросы задавайте под видео, в комментариях, я на них отвечу, если более какие-то точные рекомендации уже будут в понедельник на битве трейдеров, которые мы проводим с Артемом. Всем удачных торгов, обращаем на уровни, которые сегодня находят Non-Farma и торгуем в данные моменты. Спасибо, до свидания.